Савадикап, друзья! Сегодня я хочу показать вам свое самое любимое место в Таиланде. Это остров Копанган. Он находится в Сиамском заливе, недалеко от Самуи. И здесь клево. Сейчас все покажу. Будет несколько роликов про Копанган, и в данном видео я расскажу вам про самые лучшие пляжи острова. Пляж Хадрин расположен на юге Копангана, и это один из самых тусовочных пляжей острова. Про дороги на Хадрин не писал только на мой. Если кратко, то это выводит. Большие крутые горы с резкими поворотами. Поэтому, если вы не уверены в своих навыках воспринания байка, на Хадрин лучше езжайте в Россию. Хадрин Нок – это пляж рассвета. Именно на нем ежемесячно проходит полмунит-пати. Эта вечеринка – полная мумик, переводит с английского. Инфраструктура на Хадрине развита очень хорошо. Есть ряд мунгал, цены на которые стартуют от 400 бат. Также имеются относительно дорогие ризотты по 100-200 долларов за ночь. Несмотря на то, что на Хадрин Нок проходит вечеринка полной луны, и пляж считается не совсем чистым, мне там очень нравится из-за волн и бирюзового цвета воды. На берегу играет расслабляющая музыка, много молодежи. Во время проведения вечеринки на Хадрин на несколько дней съезжается тысячи людей, а во все остальное время пляж достаточно безлюден и спокоен. Пляж Хадлиэла расположен на самом юге Пангана, сразу же за Хадрин Най. Добраться до Хадлиэла из Хадрина можно пешком за 5 минут. На Хадлиэла есть как совсем дешевые бунгало, так и пара неплохих ризоттов. На берегу кое-где стоят шезлонги. В море мелко, во время прилива вода подходит очень близко и затапливает деревья. На Хадлиэла можно приходить на следующее утро после фулмун-пати, когда на Хадрини купаться крайне нежелательно из-за мусора оставшегося после вечеринки. А это пляж Копангана, на котором я живу. Вот он такой красивый, белый песок, пальмы, камни и практически никаких людей. Уютные бунгалки стоят прямо на пляже. Все усыпано цветами. И вот море. Правда, купаться в этом море нельзя, поэтому приходится ходить на другой пляж. Но идти совершенно недалеко, вон туда. Сейчас я нахожусь на смотровой площадке. Здесь раньше было кафе, теперь кафе нет, зато есть прекрасный вид на пляж Хадлиэла. Вот он, этот наш замечательный пляж. Это тоже северо-запад острова Копанган. И тут уже начинаются горки на дорогах. Маяхат. Это еще один из самых популярных и многолюбных пляжей, расположенный на севере Пангана. Тут можно пройти по песчаной косе на еще один островок под названием Кома. Мы сейчас идем на остров, переходим по косе. Во время отлива здесь коса идет прямо вот над водой. А сейчас вода затопила, поэтому приходится идти под водой. Тут достаточно глубоко. Вода на Майхат чистая, прозрачная, вход в море пологий. Глубина незначительная. Ну что, на острове прикольно. Только лучше брать с собой тапки, потому что как-то ходить... Ходить не очень удобно без тапок. Посмотрим. Сейчас обойдем остров вокруг, посмотрим, что тут есть. Жирья на берегу хватает, есть несколько кафе. Место популярное, поэтому цены завышены. Вокруг островка Кома можно поснорпить с маской или поплавать на каяке. Чалук-Лум. Это, по сути, рыбацкая деревня на самом севере Пангана, которая славится своими морепродуктами. Не дешевыми, зато свежими и вкусными. Пляж с одной стороны заполнен рыбацкими лодками. Там же расположен пирс. Купаться можно на западной оконечности бухты. Вот, смотрите, тут стоят какие-то клетки, оплетенные листьями. Если вы знаете, для чего тайцы это делают, и вообще для чего используются эти клетки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду очень признательна, потому что их тут просто горы, этих клеток. И непонятно, для чего они нужны. Я так понимаю, что это какие-то снасти для ловли рыбы. Но это лишь предположение. Друзья, сейчас мы приехали на самый красивый пляж острова Копанган, который называется Мали-Бу. Здесь очень белый песок, бирюзовая вода, которая сейчас почему-то ушла в честь отлива. Но это не мешает нам получать удовольствие, обалдеть на песке. И сейчас я вам покажу, что обычно происходит на пляже Мали-Бу. Не все знают, что в бухте Челук-Лун есть еще один райский пляж под названием Мали-Бу. На него имеется отдельный въезд. Поворот легко пропустить, нужно искать табличку Мали-Бу-Ризу. После чего повернуть и ехать по песчаной дорожке до упора. Там вас ждет белый песок, маленькие деревья, создающие тень, гамаки, бирюзовая вода и вид на горы. Редактор субтитров А.Семкин